В эфире Народное Славянское Радио. Добро пожаловать! 30 сентября 2015 года, среда. Звучит тема сегодняшнего эфира так. Секретное назначение древних дольменов. Вот так вот загадочно и серьезно. Главный соведущий, уже всем хорошо знакомый, Вадим Чернобров. Здравия, Вадим! Добрый день всем! Надеюсь, этот вечер действительно добрый не только для нас с вами, но и для наших радиослужителей. И хотя голос немножечко изменен, не такой привычный, но все-таки узнаются интонации Вадима, поэтому, я думаю, все признали, что это да, на самом деле, Вадим. Что поделаешь? Говорим издалека, с вами общаемся. Техника есть техника, расстояние есть расстояние. Итак, давай сразу, может быть, быка за рога. Что же такое секретное предназначение древних дольменов? И вообще, какова древность этих самих дольменов, этих сооружений? И, наверное, третий вопрос, какие они бывают? Вопросов очень много, поэтому начнем с самого начала, о чем мы сегодня говорим, о предмете разговора. Говорить об этом сложно, потому что за прошедшее десятилетие дольмены стали одной из главных туристических достопримечательностей нашей страны. И редкий человек, кто отдыхал на нашем юге, не видел эти самые дольмены. К ним водят толпы туристов, и поэтому я так думаю, что большинство наших радиослушателей не только видели эти предметы, эти объекты лично, но и слышали достаточно красивые, я убежден, что это были красивые именно рассказы, легенды об этих самых дольменах. Я говорю так, без особой иронии, потому что если бы я на месте туристов вот один раз посетил эти дольмены, то я бы узнал о них все. Но я посещал их многократно, поэтому, честно говорю, знаю меньше всего. Значит, однажды у меня был такой эпизод в жизни, когда мы целый день занимались измерениями дольменов, а это были туристические дольмены, и мимо нас пронеслось, наверное, около 40 или 50 разных туристических групп. Соответственно, их возили разные гиды. И так получилось, что я прослушал неволей-неволей 40 или 50 разных версий того, с чем мы имеем дело. Среди них не было двух одинаковых. То есть это, конечно, удивительное собрание человеческой фантазии, но это еще раз доказывает, что говорить мне будет сложно, потому что большинство знает, о чем идет речь. Ну, тем не менее, напомню, значит, буквально дольмены в переводе, по крайней мере, с бретонского означают каменный стол. И отчасти они вот этому названию соответствуют. Ну, вот, начиная с названия, дальше начинаются сложности, потому что западные исследователи понимают под дольменами одно, россияне совершенно другое. Я подчеркиваю, во всех литературных источниках и во всех справочниках, в том числе и в моих энциклопедиях. Сначала написано, я так по памяти цитирую и в собственной энциклопедии тоже, сначала написано, что дольмены встречаются во всех точках, на всех континентах или во многих странах, там порядка 30 перечислено. И это правда, это не описка. Но вот дальше я утверждаю, что на самом деле те дольмены, которые встречаются во всем мире, и дольмены российские, ну, конкретно кавказские, назовем это так, потому что они, речь идет о небольшом ареале нашего Северного Кавказа, плюс Абхазия, плюс сопредельные Кавказские республики. И вот в этом небольшом ареале то, что мы называем дольменами, совсем не похоже на дольмены общемировые. Выражаясь, если следить за языком более точным, то мировые дольмены, я бы назвал, и правильнее было бы называть, трилитами, то есть древними сооружениями, составленными из трех-четырех камней, когда там два-три камня представляют из себя ножки стола, а третий или четвертый камень, в зависимости от того, сколько ножек у этого самого стола, представляют из себя, соответственно, столешницу. И вот такие дольмены, напомню название дольменов, как переводится, это каменный стол. Вот такие каменные столы, это действительно сооружения, распространенные по всему миру, встречаются и у нас в России, ну, самые известные трилиты, это трилиты нашего севера, там их огромное количество, не все из них искусственные, есть так, трилиты, сооруженные матушкой природой. Их много, подчеркиваю, но сооружений, похожих на наши кавказские дольмены, мы пока в мире не встречали. Значит, чем они отличаются, чем принципиально отличаются наши коробки с дырками, как их еще называют, от каменных столов? Тем же самым, что стол отличается от шкафа. То есть стол, это некая, извините за утилитарность, это некая плоская поверхность, поднятая над землей, на ножках, а шкаф, это некая закрытая поверхность, закрытая от ветра, от чужого взгляда, от всего остального. То есть это поверхность, это некая емкость, это некая коробка, внутри которой можно поместить то, что нужно по хозяйству. Вот наши дольмены, это можно сравнить со шкафами. Иностранные дольмены можно сравнить со столами. Столы от шкафов отличаются, соответственно, кардинально. Значит, и думать, что это есть одно и то же, ну, примерно так же глупо, как на свою мебель, если вы посмотрите свою комнату вокруг, вы можете сказать, что стол и шкаф, это действительно одно и то же. Ну, если считать, что одно и то, и другое сделано из камня, то, наверное, да. Но, сами понимаете, главное не в том, из чего, а главное зачем. Вот с этого странного и страшного вопроса и начинается, в общем, основная загадка всех мегалитов вообще и мегалитов дольменов в частности. То есть кто и когда их делал, отвечая на второй ваш вопрос, неизвестно достоверно до сих пор. Из классики, из классической версии истории принято считать, что дольмены начали сооружать примерно 4-5 тысяч лет назад, а закончилась вот эта вот мегалитическая эпоха и эпоха дольменов примерно 1,3-1,4 тысячи лет до нашей эры. То есть получается 3,5 тысячи лет назад. Иными словами, получается, что, подчеркиваю, это официальная точка зрения истории, получается, что в период, занявший примерно полторы тысячи лет, успела развиться эта дольменная культура, и дольмены, каменные большие сооружения стали возникать по всему миру. Именно в это время возникают все известные мегалиты во всем мире, включая великие египетские и все остальные пирамиды. Затем эта мегалитическая культура внезапно, в кавычках, конечно, с исторической точки зрения исчезает, и больше о ней никто не вспоминает. То, что и египетские пирамиды, и остальные мегалитические сооружения я специально и принципиально отношу к одному и тому же периоду времени, я считаю этот вопрос очень принципиальным. Это, в общем, во многом и отвечает на вопрос, когда и кто это соорудил. И как только кто-то ответит на вопрос, кто и когда сооружал египетские и все остальные мегалитические сооружения, этот ответ автоматически годится и для ответа на вопрос, кто и когда сооружал наши дольмены. Почему я так уверенно говорю? Да потому что технологии, по которым и то и другое создавалось, это очень близкие друг к другу технологии, очень похожий почерк, одни и те же технологические секреты, одни и те же способы возведения. Ну то есть глупо было бы допускать, что одновременно на нашей земле существовала какая-то разрозненная друг от друга культура, обладающая высокой технологией. Ну да, мне кто-то возразит, вот сейчас на нашей планете существует там 200 или чуть более 200 стран, и большинство из них обладает высокими технологиями. Все правильно, но несмотря на то, что между нами государственные границы, тем не менее технологии имеют свойство к взаимопроникновению, мы делимся опытом, и даже тогда, когда опыт обладателей этого технологий каких-то секретных не спешат делиться этими технологиями, все равно технологии воруют, есть разные способы, как их купить или своровать, скопировать. И вот технологические секреты так или иначе мы видим очень быстро, буквально за считанные годы распространяются по всей планете. По крайней мере сооружения, бетонные сооружения, которыми там заслуженно гордится та или иная страна, гордится, что там соорудила самую большую плотину в мире или самый большой небоскреб в мире. Вот эта гордость очень быстро перестает быть монопольной и там в соседних странах или даже на другом континенте мы видим, как очень быстро перехватывают эту инициативу и происходит такое соревнование своеобразное. Аналогия, то, что я сейчас отсылаю к нашему времени, я считаю правомощной, потому что в период, когда создавались дальмены, наверняка, помимо того, что существовала высокая технология производства каменных изделий, любая высокая технология не может существовать в отрыве от других технологий. То есть это не значит, что люди живут в шкурах, люди не знают, что такое письменность, вообще ничего другого не знают и не умеют, но вот почему-то умеют обрабатывать камень, причем, замечу, настолько хорошо, насколько мы еще не достигли этого уровня при наших строительных технологиях. То есть представить себе, что человечество того времени превзошло нас в строительстве, но при этом мы превзошли это человечество по всем остальным статьям, ну, было бы очень глупо. То есть куда делись остальные технологии, это вопрос, конечно, отдельный, но в любом случае вот этот отсыл, эту аналогию я привожу не случайно, как бы подразумевая, что разгадать дальмен по отдельности так же невозможно, как разгадать тайну египетской пирамиды или тайну мезоамериканской пирамиды или тайну любого другого мегалита. То есть, иными словами, подытожу, мы плохо разбираемся во всех этих примерах, многочисленных примерах мегалитической культуры, высокоразвитой, которую имеем счастье лицезреть в качестве туристов по всей планете и у нас в стране тоже. Мы это можем видеть, мы это можем щупать, можем исследовать, но, к сожалению, многие десятилетия исследований, в общем-то, ни к чему не привели. К слову сказать, перехожу к истории наших конкретно, кавказских дальменов. Первым исследователям, ну, по крайней мере, не местным жителям, местные жители, конечно, сталкивались с дальменами, наверное, с незапамятных премен. Ну, столько, сколько жили люди на Северном Кавказе, столько люди эти дальмены и видели. Здесь сомнений у меня не возникает. И, конечно, дальмены вошли в национальный эпос всех народов, которые там проживают. Я, если будет желание, перечислю там основные легенды, которые народы составили. В основном, конечно, в фантазии людей эти сооружения превращались в некие домики для карликов. Почему для карликов? Да потому что вход в эти домики был и был, и остается очень маленьким. К слову сказать, я далеко не во все дальмены могу залезть, ну, при условии, что они не поломаны, в отверстия, которые есть у каждого дальмена. Эти отверстия имеют разный диаметр, но в основном это отверстие не заточено под взрослого мужчину. То есть я залезаю буквально там в считанные единицы этих дальменов. Во всех остальных, в общем, если честно, лучше и не пытаться этого сделать. Поэтому во всей экспедиции по исследованию дальменов мы всегда брали либо детей, которые легко залезали во все дальмены, либо каких-то миниатюрных людей. Ну и отсюда, разумеется, не могла, наверное, у наших предков не появиться легенда о том, что если эти домики были не для взрослых людей, то, наверное, либо для детей, либо для карликов. А кто их мог делать? Поскольку эти сооружения сделаны из огромных плит, многотонных, причем настолько тяжелых, настолько же тяжелых, насколько эти плиты подогнаны ювелирно. То есть их не просто поставили там грубой силой друг на друга. Да, у нас есть подъемные краны, которые легко подымают и разбирают, по крайней мере, эти плиты. Но я еще не слышал и не видел ни одного удачного случая, когда разобранные нами, с успехом разобранные по кирпичикам или по плитам эти самые дальмены, с успехом их же и собирали. То есть ни одного случая вот такой удачной сборки я не знаю. То есть есть примеры дальменов, которые перевезли на новое место жительства. Там, например, возле входа в музей в Сочи стоит, в Геленджике стоят дальмены перевезенные. И они представляют из себя для профессионала, для людей, которые знают, что это такое, жалкое зрелище. То есть когда-то подогнанные, ювелирно подогнанные друг к другу плиты имеют зазоры, в которых иногда входит палец, иногда целая ладонь, иногда рука. То есть щели такие здоровые, что мы понимаем, что здесь что-то не так. То есть явно строители знали какой-то секрет. И вот отсюда, глядя на наши такие неумелые попытки воссоздать из готовых полуфабрикатов известное всем изделие, отсюда возникают самые различные споры о том, как эти дальмены делались. Я коротко перечислю, в мире, у нас в стране существует несколько таких школ или несколько лагерей, которые спорят ученых, которые спорят между собой до хрепоты, утверждая, каждый из этих сторонников уверяет, что их версия о том, как строили дальмены, ну, самая правдивая. Принципиально различаются два типа вот таких строителей. Часть из них утверждает, что древние строители легко обращались к камням, легко его из камня вытесывали все, что надо, легко переносили на место играючи. Ну, то есть примерно так же легко, как ребенок играет с кубиками деревянными. И вот из этих самых кубиков ребенок делает любые домики, и, соответственно, древние строители, вот так же легко, уж не знаю, как с помощью грубой силы, но они тоже легко сооружали любые постройки. Другой лагерь считает, что секрета в могучей силе, одним только секретом могучей силы, это объяснить нельзя. И то, что отдельные части дальменов ювелирно подгоняются друг к другу, они действительно изначально были подогнаны настолько ювелирно, что между двумя плитами невозможно было просунуть там иголку или листок бумаги. То есть там, где дальмены не тронуты, именно так и обстоит дело. То есть щелей практически нет. И каким образом достигалась вот такая подгонка, второй лагерь, как бы так с иронией замечает, что сделать это достаточно просто. Ведь для этого не нужно там очень долго подгонять с ювелирной точностью несколько частей разных камней, потом их друг с другом как-то там стыковать. Если стыковка не удалась, если она просто жила не идеально, камни нужно снова разносить, снова там как-то затачивать. Это очень долго, без какой-то лазерной подгонки и каких-то других очень точных инструментов это сделать очень сложно, если вообще возможно. Но вот ироничные сторонники другой версии считают, что такого и не нужно делать, усложнять ситуацию. Ведь для того, чтобы два разных камня идеально подошли друг к другу, достаточно сделать так, чтобы, например, один камень был слегка размягчен или вообще был в состоянии жидком. Ну, обычно жидким камнем у нас называется цемент. Вот если на нижестоящий камень в опалубке вылить жидкую составляющую, то есть жидкий цемент, то, разумеется, этот цемент легко заполнит все щели. И когда он застынет, когда превратится в камень, когда уберут опалубку, то перед нами предстанет именно то, что мы и увидим, что мы и видим в реальности. То есть два камня идеально подогнаны друг к другу. Вот эта идеальная подгонка, в кавычках, она существует во всех бетонно-цементных изделиях. То есть, иными словами, способ достаточно простой, но, к сожалению, спорный, потому что большинство дольменов, как считают, опять же, археологи, создано из природного камня, а нашим древним строителям наши историки отказывают в знании древнего цемента. То есть принято считать, что секреты цемента или секреты бетона наши дикие предки знать просто, в принципе, не могли. И вот это новое ноу-хау в строительстве было изобретено, ну, относительно недавно, уже на нашей памяти. Но, опять же, есть множество доводов в пользу одного и второго. В пользу одной версии и второй. Я сразу скажу, я принципиально не встаю ни на одну из двух противоположных сторон. Если сегодня нас будут слушать сторонники одной или второй версии, я заранее всем примиренчески говорю, что ребята и правы, и те, и другие. На самом деле мы встречаем примеры вполне доказательные, вполне объективные примеры и того, что древние строители использовали уже готовый камень, природный камень, ну, например, часть скалы. Многие дольмены сделаны из цельного камня, из части скала. Иногда просто в скалах выдалбали ниши и тем самым сооружали дольмены буквально внутри скал. Ну, то есть, конечно, никаких сомнений в том, что эти скалы были естественного происхождения, у нас нет. Но, с другой стороны, есть и противоположные примеры, когда на некоторых из дольменов мы встречаем не только, ну, в качестве доказательства того, что они были сделаны из древнего цемента, мы встречаем не только идеальную подгонку, что достаточно спорно, все-таки согласитесь, но самое главное, встречаем на стенках плит, такой характерный рисунок, рисунок характерный для древних циновок, для плетеных каких-то поверхностей, которые могли использовать в качестве опалубки. То есть, если предположить, что когда-то эти плиты были цементными и их заливали внутрь опалубки, видимо, так глядя на рисунок этих стенок, можно предположить, что стенки опалубки были обложены плетеной конструкцией, ну, плетеными циновками. И вот этот рисунок циновки плетеной, он, естественно, навсегда запечатлелся в рисунке камня. Ну, при этом, естественно, я не буду сейчас вдаваться в подробности, обе эти версии очень дискуссионные, до сих пор ученые не пришли к единому мнению, как же древние строители сумели добиваться такой фактуры камня настолько близкой к природной, что мы до сих пор не можем определить все-таки природного происхождения тот или иной камень или искусственной. То есть очень часто, даже при том, что на поверхности камней мы видим рисунок от циновок, тем не менее, в случае, если мы эти камни разбиваем, мы видим внутри структуру, характерную для природных камней, в том числе природные ракушки и другие составляющие, характерные для природных формаций. Как древние строители добивались вот этих самых секретов, позволяющих им делать практически природные камни из жидкой субстанции. То есть обычно у природы на строительство, на возведение таких, в кавычках, конечно, возведение, таких камней уходит миллионы лет, а строители это, наверное, делали за минуты или за часы. Как они это делали? Раньше считалось, что это просто невозможно. Ну, по крайней мере, я еще помню те времена, когда ученые доказывали, очень убедительно утверждали, что это в принципе даже невозможно. Ну вот за два-три десятка лет прошло всего-навсего, и такие утверждения я уже больше не слышу, потому что из искусственного камня наши современные технологи научились так незаметно, незаметно. Они, видимо, не знали утверждения ученых, что это невозможно делать. Но вот эти технологии, они вошли в наш быт, и я, когда проезжаю по трассам, вдоль трасс очень часто встречаю на обочинах продают статуи, там, а-ля греческие, а-ля римские, якобы сделанные из камня. Ну, понятно, они должны иметь чудовищную просто стоимость, но стоимость их вовсе не чудовищная. Объясняется такая относительно недорогая цена тем, что эти статуи сделаны не ручным трудом, как обычно делают скульпторы, высекая из камня, отсекая все лишнее, а они сделаны методом отливки. Тем не менее, от природного камня эти статуи не отличаются, ну, по крайней мере, для непрофессионального взгляда, ничем. То есть, иными словами, буквально за один, два, три десятилетия на нашей памяти, сначала от ситуации, когда ученые утверждали, что это невозможно, мы незаметно пришли к ситуации, когда вроде бы это теперь уже не только можно, но и поставлено на поток, причем такими даже мелкими артелями. То есть, секрет оказался не очень-то и значительным. Ну, я не удивлюсь, если еще через пару десятков лет научатся делать настолько, настолько точно воспроизводить природную фактуру камня, что даже профессионалы не смогут отличить, где природный камень, а где искусственный. Вот поэтому вопрос о том, природные это образование камней, из которых делались дольмены, или неприродные, я и считаю несущественным, потому что встречаются и те, и другие примеры, и судя по всему, древние строители не считали необходимым придерживаться одной единственной технологии. То есть, для них это было не важно, важным, видимо, было нечто другое. И вот здесь, как бы, не очень, не желая с кем-то сильно вступать в споры, то есть, я считаю, так, примиренчески, что этот вопрос, из чего делались дольмены, не очень принципиален, поскольку мы видим то, что древние строители были всеядными, им было это все равно, значит, я так догадываюсь, что, видимо, для них, для древних строителей, был какой-то другой принципиально важный вопрос, на который, ну, в котором, возможно, у них, они могли уже не идти на компромиссы. И вот этот принципиально важный вопрос мы как раз и попытаемся сейчас нащупать. И здесь я... И давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, а потом будем нащупывать. Немножко отдохнем, переведем дух. Очень активная такая подача материала, как всегда, таким приятным напором. Но пришло время разбавить, пришло время немножко отдохнуть. Отдыхаем, слушаем музыку. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. 30 сентября 2015 года по современному календарю, а по одному из древних календарей. Девятый день месяца Божественного Начала, 7524 лета, а сотворение Мир в Звердном Храме, шестица. Секретное назначение древних дольменов. Такова тема живого эфира. И главный соведущий Вадим Чернобров. И мы вот как раз перед музыкальной паузой чуть было не начали разбирать новое в этом нашем сегодняшнем эфире. Так что предлагаю к этому новому разделу приступить. Передаю тебе микрофон. Вадим, пожалуйста, продолжай. Я сразу начну сейчас говорить фактически с ответа на вопрос Михаила, который сейчас прочитал. На самом деле, он задает очень простой вопрос, в отличие от всех остальных ответов, на которые я не знал. Сколько дольменов всего известно. И вот, исходя из этой цифры, я думаю, дальше нам будет проще составить представление, о чем мы вообще говорим. Значит, в 67-76 годах под руководством археолога Марковина вот эта фамилия такого классика, когда мы говорим об исследованиях дольменов, то на Марковина очень часто ссылаются, и надо отдать ему должное. Он много оставил после себя, и карты, и схемы дольменов. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, в то время вот такой любви, внимания к дольменам не было, поэтому тема эта осталась невостребованной. Но когда эта любовь, в кавычках, иногда слишком, по-моему, зашкаливающая, появилась, часть из этих дольменов как раз стала исчезать естественным путем, искусственным путем. То есть пересчитать дольмены так же, как это сделал в 70-х годах Марковин, сейчас уже невозможно. Тогда он насчитал 2308 дольменов. Я говорю только о дольменах кавказских. Подчеркиваю, то есть тогда дольмены советские, условно давайте их называем, на территории Советского Союза. Сейчас эта территория в основном России, ну, я уже говорил, и сопредельные кавказские республики. Вот сейчас, по разным оценкам, осталось от полутора до двух тысяч дольменов. Это тоже достаточно много. Но, исходя из этой цифры, дальше, так сказать, будем плясать. Для чего их настроили так много? На такой достаточно небольшой, относительно небольшой территории. То есть по сравнению с нашей огромной страной, это всего-навсего территория нескольких федеральных территорий. Это Краснодарский край, Адыгея, ну, и еще там несколько наших небольших республик. Для чего на такой, небольшой относительно площади, с высокой плотностью, были построены то, что называют сейчас деревнями дольменов. Деревни дольменов, это такие своеобразные анклавы, где дольмены существуют не поодиночке, а иногда целыми улицами, иногда такими компактными образованиями, иногда друг от друга они отстоят там на сотни метров. Ну, примерно так же, наверное, как и дома в наших деревнях. Вот отсюда такое название. Когда Марковин вводил это название деревни дольменов, он, так же, как и большинство других археологов, имел представление о дольменах, ну, вот, такое традиционное, чаще всего подразумевали под дольменами, под этим словом, некие такие, одни подразумевали ритуальные какие-то образования, другие подразумевали образование, сооружения, сделанные для захоронений. И очень часто, к слову сказать, в музеях историки, вот, на эти функции дольменов, как предметов, как сосудов, как помещений, в которых захоронивали людей, вот, очень часто на эту версию ссылаются. Надо сказать, не беспочвенно, потому что в некоторых дольменах, ну, это исчезающий малый процент, сразу говорю, в некоторых дольменах действительно находили такие косточки. На мой взгляд, одно с другим не связано, ну, очень и очень слабо. Почему? Потому что, если в сооружении, ну, вот, как минимум, несколько тысяч, а косточки находятся там всего в нескольких из них, то это говорит, что причина должна быть совсем другой. Ну, глупо соорудиться, согласитесь, тысячи, там, погребальных сооружений, или, там, назовем это склепами. Вот, вы можете себе представить, чтобы где-то на кладбище, где три тысячи склепов, только, там, в двух или трех из них оказались кости. Вопрос, а зачем соорудили все остальные? Значит, это не склепы. Значит, кости оказались в этих единственных дольменах, там, в единственных исключениях, скорее, позже, когда народы проживающие, а народы сменялись на Кавказе, естественно, очень часто, и не осталось ни одного народа, который бы жил на этой территории со времен дольменов. То есть, все народы, даже те, кто считает себя, там, старожилами на Кавказе, а там каждый народ себя таковым считает, но все из них, я подчеркиваю, ни один из них не говорил, это создали мои предки. Такого я не слышал ни у кого. Все говорят, что это было сделано до моих предков, несмотря на то, что, конечно, очень хочется, так сказать, приписать себе. Но вот гордость не позволяет врать гордым кавказским народам. И все говорят, это было так давно, что даже мы не помним и не знаем. Ну, вот отсюда там разнообразные легенды. Значит, то есть, иными словами, если, вот представьте себе, если рядом с вашей деревней, существуют какие-то достаточно хорошие помещения из бетона, ну, или из камня, эти сооружения бесхозные, вы ходите каждый раз мимо них, и сметливый крестьянский глаз подмечает, а для чего вот эту бесхозную железяку или бесхозную каменюку для чего можно использовать. И периодически таким образом наша история теряет в утилитарном смысле все, что плохо лежит. Вот мы только что были на древних городах нашего Нижнего Дона. Мы видели, как наши бравые сметливые крестьяне растащили большую часть города Танаиса, всемирно известного древнегреческого города Танаис. Крестьяне из ближайших деревень растащили весь Танаис, который простоял несколько тысяч лет, ну, две тысячи лет, если быть точным, но не выдержал последнего, по-моему, там, последнего века. И за 20 век его растащили весь, и весь Танаис сейчас в виде камней растащен по соседним деревням, и ни одного милиционера не поднялась рука прекратить это безобразие. И то, что вы сейчас в Танаисе видите, это фактически фундаменты древнего города, которые растащить не успели, потому что этот фундамент был под землей. То есть крестьянам было лень копать и фундамент разбирать, а вот то, что сверху, они легко разобрали. Вот именно таким образом, таким или похожим образом растаскивали и дольмены. На Северном Кавказе есть целые деревни, где, если вы пройдете по улицам, вы найдете множество фрагментов дольменов. Плиты умело используются в качестве мостов, мостиков, стен домов, фундаментов домов. А плиты с характерными дырками, ну, вы, наверное, уже знаете, что дольмены, какие бы они ни были, там, составные, из кирпичей или иные, они характеризуются тем, что у них есть только две одинаковые детали. Их можно, мы уже говорили о том, что их делали самыми разнообразными способами, и отливали из цемента бетона, и делали, складывали из отдельных кубиков, блоков, там, использовали природные скалы, и, в общем, одним словом, делали разнообразными способами. В этом плане древние строители не заморачивались какими-то, ну, технологиями, какими-то гостами и традициями. Они делали из того, что есть, и то, что было проще, но две детали они делали в обязательном порядке. У дольмена должна была присутствовать внутренний объем, внутреннее герметичное какое-то пространство со всех сторон, заизолированное, и даже если дольмен делался из составных частей, то, вспомним, эти части настолько плотно прилегали к друг другу, что зазоров вот в этом самом внутреннем объеме не допускалось. То есть, такое ощущение, что делал, если бы не одно но, я бы сказал, что это был объем герметичный даже для воздуха. То есть, даже воздух не мог через эти щели проходить. Но, сказать так я не могу, потому что у всех дольменов есть и вторая общая деталь, это одно единственное отверстие. У дольмена должно быть ни два, ни десять, ни полтора, ни ноль. Обязательно одно единственное отверстие. И, соответственно, раз есть отверстие, то ни о какой воздушной герметичности и речи быть не может. Сами понимаете, встают вопросы, зачем тогда такая плотная подгонка. Но, на этот и другой вопрос мы чуть позже ответим. я думаю, главный вопрос, для чего это делалось через несколько минут, начнет нашим радиослушателям и сам приходить в голову. Это достаточно несложно, я вас уверяю. Но, во всяком случае, вот эти вот строительные стандарты, на которые я, как технар, все время пытаюсь ссылаться, именно если мы, именно вот эти знания этих строительных стандартов и позволяет догадаться, что именно строит тот или иной строитель. То есть, если вы знаете, какими документами, какими ГОСТами пользовался тот или иной строитель, вы без труда, зная тот или иной ГОСТ, без труда скажете, что за изделие, так сказать, перед вами. Вот, идя по этому пути, мы, собственно говоря, и пытаемся выяснить, что перед нами. Действительно ли это, как говорят археологи, предмет или объем или место для захоронения. Ну, нет, конечно, не для захоронения, иначе бы там были кости. Откуда появились кости? Да, примерно так же появляются, как во время стихийных бедствий, войн и других случаев, когда появляется много трупов, животных или людей, вот, во время войны, во время бомбежки, во время эпидемии, мора и прочих, так сказать, не очень приятных событий, появляется множество трупов, их надо срочно захоронить. если дело происходит зимой или даже если и летом просто копать некому, копать могилы, копать ямы, в которых нужно захоранивать большое количество трупов, в этом случае, что называется, не до сентиментов, не до романтики, и в этом случае люди используют для захоронения то, что есть. именно поэтому во время войн, это мы вот и сейчас знаем, и на Донбассе, и на Кавказе во время войн, мы периодически встречаем эпизоды, когда трупы в попыхах хоронили и в канализационных коллекторах, и в подвалах, и там в любых сооружениях, бетонных или кирпичных, неважно каких, просто, так сказать, куда-то нужно, извините, трупы отнести, чтобы они не лежали, не создавали поводов, причин для эпидемии, но одним словом, вот это вот, может быть, кому-то покажется это половинчатым решением, но тем не менее, именно так, например, во время эпидемии ящера в бетонные сооружения сносят трупы животных, и если вы где-то в каком-то сооружении находите кости животных или людей, вовсе не обязательно, что это сооружение строилось именно для этой цели, просто может так случиться, что это сооружение к моменту захоронения было ненужным, ну или, так сказать, просто попалось под руку тому, кто искал, куда бы отнести кости трупа несчастных. Возможно, еще здесь, возможно, еще одна версия, когда вдольмены могли захоранивать уже, как ты сказал правильно, что они, уже люди не понимали, для чего они нужны, и просто стали захоранивать, может быть, даже известных людей, как сейчас, например, богатые склепы специально создаются для знатных семей, кого-то просто в могилу зарывают, а кого-то в склепы кладут, где они богато убранные, где хорошие стены и так далее. То есть, возможно, какие-то знатные рода могли использовать потом уже в следующем эти дольмены под захоронение своих каких-то близких знакомых. Тоже такой вариант я не исключаю. Я в качестве отдельных случаев могу согласиться с этой версией, только с одной оговоркой, если речь идет о каких-то поломанных дольменах, потому что о дольмене, который еще цел от таких дольменов, конечно, в наше время все меньше и меньше, их ломают, к сожалению. Так вот, в целый дольмен захоронить труп, неважно, там, человека или животного, ну, весьма и весьма затруднительно. Почему? Напомню. Потому что это избушка, каменная избушка с одной единственной очень узкой дверцей, в которой может протиснуться только младенец, только маленький ребенок. то есть, сами понимаете, как захоронить там, какого-нибудь знатного воина, ну, или просто взрослого человека, в помещении, в которое его можно впихнуть, этого взрослого человека, только по частям. Ну, это совсем, как бы, неуважение будет к телу захораниваемого, поэтому захоронить в Дальмене можно было бы только, если речь идет о ребенке каком-то, ну, небольшом, небольшого роста. Ну, размеров небольших, да. Небольших размеров, да, человеке. Ну, либо, извините за такой, может быть, натурализм, либо, когда речь идет о какой-то расчлененке, там, после битвы, там, по кускам порубали людей, да, их можно покидать внутрь Дальмена, но это неуважительно, конечно, к телам. Еще вариант, что известна еще мумификация, когда очень тело высыхает, такие примеры тоже встречаются, что в Дальменах что-то могли находить. Но это, опять же, это эпизодический случай, мы же рассматриваем, как могли люди использовать. Естественно, что это, на мой взгляд, я с тобой согласен, что это не то назначение Дальменов, чтобы в них кого-то захоранить, это уже более позднее применение. Да, я действительно думаю, что на этой версии можно поставить точку и даже в случае с мумиями, да, мумии усыхают, их можно протолкнуть внутрь дырки, но я с трудом, так злорадно говорю, выглядеть это захоронение будет как-то совсем кощунственно. Представляете, два мужика берут мумию и закидывают в дыру с криком давай на три кидаем. то есть, иными словами, получается, что версия с захоронениями, мягко выражаясь, притянута за уши и доказывать вот на основе двух или нескольких исключений, что древние строители были настолько глупы, что построили 3000 склепов, но используя по назначению использовали и успели всего несколько. Такие вот они глупые, так сказать, люди. Но это еще не все. Как бы вторая самая популярная версия и вторая из популярных версий или вторая версия которая достойна того, чтобы ее в официальной истории упоминали это версия ритуальная. Ну не открою большой секрет для тех, кто не обучался в археологических вузах. Я раскрою этот секрет. Те, кто обучался, этот секрет знают и без меня. Есть давно устоявшиеся правила у археологов и у историков. Правило заключается в том, что все, что вы находите в земле или в музеях, где бы то ни было изделий и не можете идентифицировать, все считается ритуальными предметами. То есть, если вы находите какую-то штуку и вашего ума не хватает разобраться, что это такое, то это непременно делали в ритуальных целях. Ну, скажу честно, возникла эта версия, конечно, не от хорошей жизни. Может быть, для того, чтобы спасти реноме историков, оно годится, для того, чтобы авторитет ученого, так сказать, не пострадал. Это хорошая, так сказать, отговорка, но меня она, так сказать, не успокаивает. То есть, мне все, что я не знаю, списывать на ритуальные предметы, как-то, честно говоря, стыдно. Вот примерно представьте себе, что человек, не обладающий знаниями авиационной инженерии, я авиационно-космический специалист, но если бы в самолет залез бы какой-нибудь гуманитарий, не просто гуманитарий, а историк, и я бы по отдельности подавал бы ему какие-нибудь детали самолета, в которых, конечно, он не разбирается, вот представляете, он бы все эти детали по этому принципу называл бы ритуальными деталями. Вот примера такая же получается, так сказать, извините, за маразм, такой подход к истории. Одним словом, меня этот подход не устраивает. Для чего подходим к самому главному? Если причина, давайте найдем эту самую причину, если она только есть, мы же не настолько глупы, чтобы считать наших предков безумными, безумными настолько, что они потратили огромное количество времени, свободного у наших предков было мало, мы, здесь я согласен с историками, по мере того, как производительность труда улучшается, увеличивается и продолжительность свободного времени, у человека появляется время и для творчества, и для возведения каких-то архитектурных сооружений, и для памятников, ну и для многого-много другого. Вот у наших предков свободного времени было мало, и представить себе, то есть, все время они тратили на поиски пропитания, на выживание, и вот представить себе, что они тратили колоссальное время на сооружение каких-то абсолютно ненужных, ну, историки говорят, ритуальных предметов, я вот это объяснение не могу принять, я вынужден с этим не согласиться и сказать, если... А давай, подожди, стоп, стоп, вот тут мы сейчас прерываемся, и причину построения, и слово если запоминаем, и включаем музыкальный пауз. Давайте, пусть за эти несколько минут люди подумают над единственной причиной, какая причина должна двигать нашими предками, чтобы они начали строить эти сооружения? Причина должна быть веская, сразу говорю. Перед тем, как нажму на кнопочку play, вспоминается, много лет назад был на Кавказе, и там поехали к Дальменам, вот, ну и вылезает из автобуса такой в шортах, ну отдыхающий, видимо, тяга к прошлым, к старине пересилила, и он оторвался от моря, ну, по дороге, видимо, где-то там их завозили куда-то, и он где-то что-то хлебнул уже, и вот он стоит так вокруг этого Дальмена обошел, стоит, смотрит на него в шортах, там в этих сланцах, что там еще, маечка какая-то такая, стоит, смотрит, а видимо, такой сельской местности человек, уже взрослый, так стоит, нафига эта хреновина нужна, хряка у ней не вырастешь, кроликов не разведешь, так что давайте подумаем, зачем это все делалось, и так переходим к музыкальной паузе. Народное славянское радио, потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 30 сентября 2015 года, среда, а по одному из древних календарей девятый день Мисса Божественного Начала на 7524-го лета от сотворения мира в звездном храме Шестица. Секретное назначение древних дольменов такова тема живого сегодняшнего эфира. Вадим Чернобров, главный соведущий, и прервал я бесстыжим образом его на слове «Если…» А перед этим у нас звучала «Так какая же все-таки причина построения дольменов?» Думаю, наши радиослушатели послушали, слушая эту песню, в перерыве так размышляли. «Так зачем же мужик-то этот ходил и хряка все туда хотел примерить или кроликов?» Но все-таки для чего же была необходимость строить такие дольмены? Знаешь, в чем я только сомневаюсь? Когда ты говорил, что у наших прачеров не было времени раньше, это, скорее всего, больше версия подходит к той современной версии о том, что наши прачеры были очень темные, они были бестолковые, все время бегали за какими-то там газелями или кабанами, пытаясь их попасть стрелами или камнями или там еще чем-нибудь их достать себе на пищу, корешки там выкапывали, поэтому и не было времени. Но здесь есть одно противоречие. Если такие технологии были в те времена, которые превышают некоторые сегодняшние наши технологии, то в этом случае и уровень развития общества должен быть намного выше, и поэтому времени именно на творчество и на какие-то другие созерцающие моменты наверное было больше, чем сейчас. Вот поэтому здесь если относить этот вариант к версии официальной, тогда да, тогда люди в шкурах каким-то образом умудрились построить высокотехнологичные постройки, и у них ни на что другое больше времени не было, потому что они или ловили там по лесам кого-то, или выкапывали корешки и от холода мерзли сидели, непонятно как там согревались, а все остальное время они проводили только постройки дольменов. Собственно, мы плавно подходим к тому, что наши предки, я надеюсь, что это все-таки наши предки, ну даже хотя бы потому, что они как и мы земляне, что наши предки, предки, конечно, не были дикими, необразованными, если они в чем-то отличаются от нас, безусловно, да, отличаются, они, как мы, не ездят на бензиновых, не ездили на бензиновых автомобилях, не сжигали нефть, наверное, поближе, если можно, к микрофону, Вадим. Наверное, у них были какие-то другие технологические задачи, но тем не менее, слово технология, оно в моем рассказе сегодня ключевое, и слово технология, вы правы, оно подразумевает, что мы должны говорить, ну, никак не о диких людях. Так вот, да, я извиняюсь сразу попутно после перерыва, я хотя бы на один вопрос буду отвечать, хотя бы коротко, опять же, чтобы напомнить радиослушателям, что мы говорим не просто о дольменах, а о кавказских дольменах в первую очередь, и на один из вопросов отвечу, там человек спрашивает из Кыштыма, передает привет, я надеюсь, что в Кыштыме мы были совсем недавно, помните, предыдущий наш рассказ был о кыштымских событиях, и человек из Кыштыма спрашивает, есть ли дольмены вот вблизи этого города, вблизи Урала, я напомню, ну, кто следил за нашими экспедициями, что перед Кыштымом мы заезжали на знаменитый остров Вера, который находится там в пары сотен километрах от Кыштыма, недалеко от Миаса, этот остров посреди озера Тургаяк славен тем, что там находится, ну, согласно, опять же, традиционным историческим сведениям, там находятся одни из древнейших сооружений в России, и там находятся одни из древних дольменов, ну, и возраст, который традиционно, опять же, датируется тем же самым временем, то есть, примерно, 4-5 тысяч лет назад это якобы было сделано, к слову сказать, я считаю, что раньше, но это сейчас не очень принципиально, там, 10 тысяч или 5 тысяч, в любом случае, это было давно, и в любом случае, напомню, по традиционной истории, в это время наши предки максимум, разве что, в шкуры могли одеваться, однако строили, вот, мы убеждаемся, не просто строили, а строили так, что загадку нам загадали не на одно десятилетие, мы над этой загадкой бьемся. Так вот, на острове Вера действительно есть несколько древних сооружений, это факт, в котором мы лишний раз убедились, и всех, кто об этом острове не знает, я, опять же, призываю съездить и туда тоже, но только все-таки с одной оговоркой, там речь идет о древних мегалитических сооружениях, да, там есть древние землянки, древние какие-то блоки, пока непонятные для меня, по крайней мере, непонятным назначением, но сооружения, похожие на кавказские дольмены, напомню их ключевое отличие, это, неважно, из плит, из блоков, из цельного куска сделан дольмен или нет, но у дольмена на кавказского должна быть внутренний объем и одно выходное отверстие, вот это технический, технологический стандарт, который объединяет все дольмены, о которых идет речь, вот такого, в буквальном смысле такого, больше, кроме как на Кавказе, больше нет нигде, и у нас в стране больше нет нигде, и в мире нет, больше нет нигде, есть что-то похожее, но, подчеркиваю, стандартов таких мы больше не встречаем, я забегаю, может быть, несколько вперед, хотел об этом сказать в конце, но, тем не менее, кому эта тема интересна, я призываю не только присоединяться к нашим экспедициям внутри России, мы это каждый год ездим, и по дольменам каждый год ездим, в этом году уже несколько раз успели съездить в экспедиции, но в конце года мы надеемся сделать экспедицию по европейским дольменам, по крайней мере, по тем сооружениям, которые европейцы называют дольменами, я знаю, что это нечто другое, но тем не менее, так сказать, с учетом накопленных знаний у нас, было бы неплохо провести те же самые исследования на сооружениях европейских, европейских и африканских, и вот, и сравнить, так сказать, что получается у нас и что у них, хоть время сооружения одно и то же, но назначения, скорее всего, разные, так вот, подчеркиваю, кому это интересно, пожалуйста, на моей страничке или в новостях космопоиска вы найдете объявление, когда и куда та или иная экспедиция будет. Все экспедиции, напомню, на некоммерческой основе. Так вот, теперь возвращаюсь, если, опять же, я вам напомнил, что мы говорим именно о каком-то технологическом стандарте, я думаю, что вопросы с ритуальными целями, они как-то, ну, сами собой отпали. Вадим, единственная проблемка, я должен все-таки зачитать этот вопрос, из которого ты взял цитату, его задавал Даниил Бессонов, вопрос в эфир по Дальменам. Вадим Александрович, здравствуйте, сколько известно Дальменов Челябинской области и где их наибольшая концентрация. Передаю вам привет из Киштыма и жду следующей экспедиции, заранее спасибо за ответ. Вот на этот вопрос ты отвечал. Я только фактически ответил, что максимальная концентрация на острове Веры в Челябинской области, но только это не Дальмены, а несколько похожие на Дальмены сооружения. Вот, но мы вернемся... Итак, с ритуалом закончили, теперь возвращаемся к самому главному, давай, аж не томи. Вот мы мысленно, как бы сказать, в шкуру, или не знаю, в шкурах они ходили или нет, в одежду наших предков втиснулись, понимаем, что глупостями они заниматься не будут, что такое технологии, для них не секрет, то есть некоторые, это их технологии для нас еще секрет, они с камнем обращаются так же умело, как мы с пластилином, и вот они сооружают во многих районах Кавказа похожие друг на друга сооружения, но сооружают из подручного материала, из того, который находят на месте, иногда, подчеркиваю, иногда из бетона, иногда из блоков, иногда делают из бетона блоки, и потом из них сооружают. Одним словом, каждый раз они выкручиваются по-своему, но всегда соблюдают, тем не менее, соблюдают какие-то одни стандарты. Значит, второе, это первая особенность, то есть, подчеркиваю, у дольменов нет единого стандарта, кроме наличия внутренней полости и одного выходного отверстия. Все остальное это на откуп местному, ну, условно говоря, прорабу, или местной бригаде, которая это делает. Из чего можете, из того и делайте, там, хотите стенки делайте такие, хотите сякие, но будьте любезны, чтобы стандарты соответствовали. Вторая особенность, дольмены нужно расположить не там, где вам хочется, условно говоря, или там, где удобно. Ну, конечно, удобно было бы, например, возле дорог, возле места, где добывается камень, чтобы далеко цемент не носить, где добываются плиты, из которых складываются эти дольмены, ну, и так далее. Иногда действительно мы видим, что дольмены действительно возле дорог находятся, удобно подносить, а иногда на такой крутизне, что к этому месту такое ощущение даже коза по тропинке с трудом проходит. А тут люди должны были протащить многотонные плиты. Как они это делали, как бы сказать, вертолетом, левитацией, или, может быть, вспомним спасительную версию с цементом, может быть, они не плиты тащили, а мешки с цементом, а там уже на месте мешки все-таки проще протащить по тропе, а там на месте они из них уже отливали плиты. Может быть, но в любом случае в расположениях этих самых дольменов тоже кроется определенная подсказка. То есть они располагаются, а, вот теперь особенности их, они располагаются либо деревнями, так что либо в шахматном порядке, либо по одной линии, либо двумя линиями, иногда тремя линиями, такими дугообразными. И эти линии, как правило, идут вдоль каких-то ущелий, вдоль рек, которые тоже как и ущелья, и реки использовались как дороги, могли использоваться как дороги. Иногда дольмены находятся близко друг от друга, кучно, иногда на расстоянии сотен метров, но чаще всего подчеркиваю, дольмены поодиночке не встречаются. И последнее, что хочется, обобщая все эти знания о дольменах, сказать, дольмены помимо так сказать известных нам дольменов известных для туристов, я имею в виду, тех дольменов, которым возят туристов, таких классических, которые, ну, сооружения, бетонные, каменные сооружения, возвышающиеся над землей. Помимо таковых встречаются дольмены, как бы сказать, непривычные для нашего взора. Дольмены закопанные, дольмены, которые не только возвели, но и зачем-то закопали, то есть вообще как бы с нашей точки зрения глупость полнейшая. Тем не менее, эти дольмены раскапывают периодически, то есть находят, а некоторые дольмены, видимо, не нашли до сих пор. Там, к слову сказать, попутно отвечу на вопрос, известен ли мне дольмен, который находится в Москве. Да, известен. Он как раз из тех дольменов, которые откопали из-под земли относительно недавно там. на нашей памяти. То есть, иными словами, версия вот с каким-то таким ритуальным предметом, который зачем-то еще закопали в землю, мне становится еще более непонятной. Ну, в общем, абсолютно нефункционально, так сказать, ритуальная вещь. Как ей поклоняться, если, так сказать, она не видна для человеческого глаза. Ну, в общем, если вы теперь представили вот эти три особенности наших кавказских дольменов, теперь я скажу, чтобы долго не томить, с чем у меня вот этот список особенностей и визуальные, кстати говоря, особенности этих дольменов, с чем они у меня имеют абсолютно четкую, не просто ассоциацию, отчетки пересечения и совпадения, то есть ассоциативный ряд полный, он заключается в том, что мы на самом деле имеем дело с древней системой, оборонительной системой. В этой системе оборонительной, я говорю, когда говорю об оборонительной системе, большинство людей, конечно, вспоминает, наверное, надеюсь, какие-то известные линии обороны, линия Мажино, линия Сталина, линия Маннергейма и прочие, так сказать, знаменитые линии. Вот, если вы это представили, то уже хорошо, считайте, что вы примерно представляете, о чем идет речь. Как строится средняя, так сказать, или такая среднестатистическая линия обороны, образца середины 20 века. На этой линии обороны есть отдельные узлы сопротивления, или узлы обороны. Это доты. Дот расшифровывается долговременно оборонительная точка. Каждый дот, бетонный, он кирпичный, или там иной, это достаточно небольшое сооружение, выполняемое по ГОСТу. Вспоминайте, так сказать, пересечение с нашими дотами, дольменами, даже начинаются на две одинаковые буквы. Выполняется по определенным стандартам. Стандарты эти исходят из величины орудия, оружия, которое находится внутри, и людей, которые находятся внутри. То есть размер их исходится из того, чтобы обороняющимся было комфортно, чтобы помещалось оружие, боеприпасы и прочее внутри каждого отдельного дота. У дота обязательно есть выходное отверстие. Ну, это дырка, грубо говоря, через которая ведется огонь. Но это первая особенность и дотов, и наших дольменов. Совпадает полностью. Вторая особенность, то, что доты, как правило, делались из подручных местных материалов, ну, местная бригада, которая идет сверху заказ, приказ НКО СССР, лично подписанный Молотовым или Сталиным, в кратчайшие сроки изыскать возможности в такой-то точке сделать такое-то количество дотов. Где вы возьмете бетон, это ваши проблемы. Может быть, вы используете не бетон, а куски скал, вам скажут за это спасибо, даже наградят, и строители так делают, экономят на материалах. Может быть, вы используете кирпичи, сложите из цемента, опять же, это делайте, пожалуйста. ваша задача, чтобы вы сделали твердый, прочный корпус, и у этого корпуса были нужные параметры. Отсюда, так сказать, и большое разнообразие в стилях возведения. Хотите из блоков, хотите из бетона, нет проблем. Еще одна особенность, то, что дольмены, мы здесь вспоминаем, что говорим на самом деле и о дотах, и о дольменах. Дольмены располагаются деревнями, доты то же самое, только называется у дотов это не деревни, а линии обороны. Доты никогда не располагаются, как бы сказать, в хаотичном порядке. Строитель дотов, как правило, грамотный военный инженер, располагает их в определенном порядке, иногда в шахматном, иногда в линии, в одну линию, в две линии, реже в три. Таким образом, чтобы сектора обстрелов, то есть направление, откуда, куда может вестись огонь с каждого конкретного дота, чтобы эти сектора обстрелов умело перекрывали не только пути вероятного подхода противника, то есть реки, дороги, побережья, но и перекрывали подходы к соседним дотам. то есть линия обороны, ценность линии обороны заключается в том, что доты прикрывают бока и спины друг друга. Каждый по отдельности дот взять штурмом не проблема, но взять штурмом доты, которые друг другу прикрывают спины, порой становится просто невозможно. Вспомним, как долго те или иные линии обороны держали эту самую линию обороны. И в конечном итоге, в зависимости от того, насколько доты друг к другу прикрывают спины, насколько друг друга страхуют, от этого и зависит, насколько оборона этой линии будет долговременной. Ну и последнее, что объединяет и доты и наши дольмены, это то, что они не то, и те, и другие, не только находятся умело выстроены по линиям, так, чтобы прикрывать друг другу с бока и подходы друг к другу, они не только выстроены вдоль ущелий, вдоль рек, вдоль дорог, или стоят на каких-то ключевых вершинах на господствующих высотах, помимо этого эти самые и те и другие сооружения имеют выходы, то есть отверстия, которые смотрят в вполне определенных направлениях. Я лично читал еще в каких-то очень древние 1970-е или 1980-е годы сразу скажу неправильную точку зрения историков, которая впоследствии не подтвердилась, что якобы в пользу ритуального назначения дольменов, в пользу этой версии говорит то, что все отверстия дольменов располагаются в направлении на восход солнца. Ну вот как мертвецов хоронят головой в сторону восхода, так, мол, и, соответственно, и дольмены располагались. В другой литературе я встречал, что дырки всегда располагаются в направлении на запад, то есть на закат солнца, еще там разные варианты встречал. На самом деле говорю как есть. На самом деле единого стандарта не существует. То есть если вы где-то, если какой-нибудь еще отсталый гид произнесет эту фразу, что все отверстия располагаются и дальше он задаст какое-то направление, можете смело над ним подхихикать. Он, видимо, так сказать, пользуется очень отсталой литературой. Все эти отверстия действительно в действительности располагаются по местности. То есть так же, как и нет единого направления, куда смотрит бойница ДОТа, точно так же не может быть единого такого стандарта, куда должно смотреть отверстие Дольмена. Вот куда скажет инженер ответственный за строительство оборонительной линии, туда и будет смотреть. Ну, опять же, если мы начали сравнивать Дольмены с ДОТами, естественно, ДОТ, как любое оружие, должен иметь ряд особенностей. Ну, например, у любого оружия должен быть предохранитель. То есть, должно быть такое положение, при котором оружие безопасно. Ну, оно у ножа должны быть ножны, у пистолета предохранитель и так далее. То есть, оружие в обычном состоянии должно быть безопасным. и вот, чтобы найти такой предохранитель или кнопку включения и, соответственно, кнопку выключения у любого оружия, надо понять, как оно действует. Соответственно, действие оружия под названием Дольмен на самом деле для части наших радиослушателей, я надеюсь, уже стало понятно. с того момента, как я несколько раз произнес одну и ту же фразу. Если есть изделие, техническое, технологическое изделие, у которого есть единый стандарт, то есть, наличие внутренней полости и наличие выходного отверстия, одного-единственного, вот этих двух технических терминов для любого физика, ну, по крайней мере, для физиков, акустиков, вот этих двух терминов было бы достаточно, чтобы они уверенно тут же сказали, о чем идет речь. Конечно, речь идет об акустических резонаторах, то есть, об устройствах, внутри которого в полости резонирует какое-то излучение, я здесь оговорку сделаю, резонатор может быть не только акустическим, то есть, не только фокусировать и резонировать может не только акустическая волна, то есть, не только звук, но и некоторые другие волны, ну, по крайней мере, электромагнитные волны. Если какая-то волна резонирует, то есть, набирается мощности внутри резонатора, она, ей, этой волне, достаточно иметь одного выходного отверстия, что и есть в Дальмене, для того, чтобы в направлении, в этом направлении излучать, то есть, перенаправлять основную мощность запасенной энергии вот в этом секторе, в этом направлении, или, выражаясь военным языком, в секторе обстрела. То есть, иными словами, если внутри Дальмена что-то резонирует, и это что-то имеет опасные свойства, вредные свойства для человека, ну, для врага, и это излучение направляется в сторону, куда смотрит выходное отверстие, это означает, что в том направлении войска противника, ну, соответственно, будут испытывать какое-то воздействие. Вопрос, о каком воздействии может идти речь? Вот сейчас, до сих пор, мы бьемся с экспериментами, пытаемся на относительно свежих Дальменов воспроизвести эти самые излучения, я скажу, не без положительного результата, хотя до сих пор, конечно, сомнения есть, что древние пользовались теми же технологиями, ну, правильнее сказать, мы пользуемся теми же технологиями, что и древние, мы пытаемся пойти по нескольким направлениям, пытаемся найти излучатели природные, ну, например, в качестве излучателя вполне подходит летучая мышь, если ее, пусть простят меня защитники животных, если летучую мышь засунуть внутрь Дальмена, она будет летать, излучать в неслышимом для человека диапазоне, при этом будьте спокойны, ничего плохого с ней не произойдет с этим излучателем живым, но человек, хотя и не будет слышать этого звука, но звук будет резонироваться, то есть накапливаться и излучаться в сторону, вот, куда смотрит выходное отверстие. Если частота источника звука совпадает с частотой неприятной для человеческого организма, это частоты порядка 11 Гц, напомню, человеческое ухо не слышит эти частоты, но тем не менее человеческий организм на такой низкий звук реагирует очень болезненно, вплоть до возникновения паники, переходящей просто в панический ужас. Вот такие эксперименты с наведением на человека, на толпы людей панического ужаса проходили успешно, и сейчас эти эксперименты давно уже вышли на уровень технологический, хотя об акустическом оружии мало написано, но тем не менее как минимум в нескольких странах эти виды вооружения стоят сейчас, об этом громко не кричат и не рассказывают в официальной прессе, но тем не менее очень часто акустические установки попадают в поле зрения журналистов, и вот там например во время разгона демонстраций в Тбилиси вот относительно недавно во времена примерно лет 8 назад эти акустические установки попали в кадр то есть иными словами древние технологии они вполне в наше время вполне востребованы правда вот как бы с какими целями это делается во время разгона демонстрации и во время использования в дольменах я считаю тут конечно два разных принципиально два разных типа использования ну если мы говорим о мобильной установке то это может быть и наступательное оружие ну разгон демонстрантов и это наступательный вид оружия мы знаем что какие-то виды воздействия на психику обороняющихся были использованы во время иракской войны когда американцы наступали журналисты отмечали как солдаты храбрые солдаты Саддама Хусейна выбегали в ужасе из из окопов и издавались с обезумевшими с обезумевшим видом то есть их явно так сказать что-то на них какое-то воздействие было но когда я говорил о дольменах конечно я говорил об оборонительной функции вот этого акустического оружия то есть если представить себе что существует какая-то линия из отдельных дотов тире дольменов и каждый из этих дотов тире дольменов излучает в определенном секторе если эти сектора с одной стороны перекрывают дорогу а с другой стороны перекрывают подходы друг к другу это означает что наступающей стороне будет сложно если вообще возможно и продвинуться по этому рубежу по этой дороге то есть нарушить границу перейти границу и будет сложно перейти этот оборонительный узел то есть если оборонительные ячейки дольмены грамотно расположены на местности то я вас уверяю эта система обороны становится непреодолимой в качестве примера я вам приведу пример очень для меня показательный когда три дольмена перекрыли ущелья на Северном Кавказе перекрыли с успехом я почему так уверенно говорю потому что это же самое ущелье перекрыло всего перекрыл всего взвод советских солдат и этот взвод не позволил продвинуться гитлеровцам ни на шаг дальше просто благодаря в первую очередь благодаря тому что оборона была построена грамотно речь идет о месте куда мы и в прошлом году и в этом году ездили с экспедиции местечко это называется Кузырипль кому интересно найдете на карте Адыгеи там высоко в горах это одна единственная дорога которая ведет вдоль реки белая очень горная очень такая быстрая труднопроходимая то есть непреодолимая горная река вдоль нее идет дорога и вот в том месте где она подходит к Гузыриплю там такая узкое место которое обойти сложно и вот с другой стороны от дороги с другой стороны с разных сторон от реки с одной стороны идет дорога единственная дорога а с другой стороны площадка и на этой площадке храбрые солдаты красноармейцы выкопали окопы и остановили немцев немцы передвигаются по дороге между немцами и красноармейцами непреодолимая река но немцы при этом находятся как на ладони у красноармейцев и не могут продвинуться по дороге даже на несколько метров то есть дорога простреливается обойти этот простреливаемый участок невозможно ни по речке ни по ответственной скале и поэтому на этом месте немцы споткнулись и здесь наступление захлебнулось это известный так сказать факт из обороны советской обороны Северного Кавказа 42 года но меня он не столько удивил вот этот эпизод недавней войны меня удивило то что оказалось красноармейцы окопались знали они об этом или не знали или это случайное совпадение я думаю не случайно они окопались точно так же то есть на тех же позициях на которых то есть сделали свои доты и окопы точно там же где сделали свои доты и дольмены древние строители за тысячи лет до них то есть на том же самом ущелье древним строителям достаточно оказалось построить три дольмена чтобы перекрыть это ущелье то есть один дольмен смотрит на дорогу второй на эту же дорогу под другим ракурсом оба дольмена стоят на том же берегу где располагались красноармейцы ну и для страховки третий дольмен перекрывает своим сектором подходы к двум предыдущим то есть подстраховывает их и вот ущелье зажато и рекой и тремя дольменами то есть тремя секторами воздействия оказалось скорее всего конечно я не знаю какая война в то время была кто против кого сражался но учитывая что опытный вермахт не сумел преодолеть вот эту оборонительную линию я думаю что и в прежние тысячелетия тоже эта оборонительная линия тоже так сказать свою роль сказала то есть иными словами вот это совпадение между мышлением неизвестного мне инженера который руководил сооружением оборонительной линии 42-го года я к сожалению не знаю фамилию этого военного инженера думаю какой-нибудь лейтенант на самом деле никакой не инженер но владеющий азами науки войны понимающий как нужно строить оборонительную линию и этого понимания оказалось достаточно чтобы пользуясь особенностями местностями создать эффективную оборону вот я думаю что этот самый инженер или пардон или лейтенант может быть старший лейтенант капитан пользовался теми же самыми принципами по которым за тысячи лет до нас древние еще более неизвестные мне строители военные или не военные по заказу или по велению души в мирное время или уже когда противник наступал этого конечно всего мы не знаем но я уверен в одном что так же как накануне войны в нашей стране в других странах успели построить сотни и тысячи дотов ориентируясь на те принципы обороны о которых я кратко сейчас изложил вот точно так же то есть ориентируясь на те же самые принципы только тысячи лет назад и под другие типы оружия но поскольку это акустическое или иное оружие излучающее там электромагнитное или акустическое воздействие на противника поскольку оно вот обладает свойствами похожими на те которые я описал отсюда кстати вывод что скорее всего принципы построения вот эти технологические особенности технологические ГОСТы технологические задачи которые стояли перед строителем они так сказать выдают назначение что называется с потрохами так это было или не так в каких деталях я ошибаюсь в каких там близок к разгадке конечно разумеется то что я изложил это не более чем рабочая версия но поскольку за 30 лет исследований Дальменов я убеждаюсь что пока что только она находит подтверждение ну по крайней мере на уровне Кавказа все это так сказать дает основания говорить что а во-первых наши предки жившие по крайней мере в этом регионе они строили эти сооружения явно так сказать обладая каким-то массивом данных то есть иными словами вопрос были ли наши предки дикими или не были или у них были определенные знания просто не стоит конечно были если мы говорим о том что технологии их были ну либо на уровне либо превышали наши то что они не пользовались другими видами оружия ну на мой взгляд так сказать не делает никаких принципиальных акцентов то есть мы не можем сказать они были лучше развиты или хуже они были другие прежде всего вот слово другие здесь ключевое ну и второе что так сказать из всего вышесказанного следует это то что на самом деле получается если мы сталкиваемся ну по крайней мере туристы ежегодно отдыхающие на Черном море сталкиваются видят перед собой многочисленные а конкретно тысячи древних сооружений перед собой все это вместе говорит о том что они являются свидетелями немыми свидетелями какой-то очень мощной войны или по крайней мере угрозы войны если эта оборонительная линия сработала то есть не пустила противника значит война так сказать не перешла этой границы но в любом случае само наличие угрозы или само само предназначение вот этой линии обороны говорит о том что войны велись вовсе так сказать не луками и стрелами не прощами не кусками камней это были достаточно высокотехнологичные войны ну я в качестве так сказать дополнения скажу еще несколько выводов следствия точнее которые следуют Падим давай сейчас давай все-таки прервемся а то мы уже пропустили тут несколько минут мне кажется людям чуть-чуть головы так остудить чтобы была возможность людям переварить переварить и начать впитывать после музыкальной паузы новые порции информации продолжаем эфир на Народном славянском радио 30 сентября 2015 года среда 9 день месяца божественного начала 7523 24 лета отстворения мира звездном храме шестица секретное назначение древних дольменов Вадим Чернобров главный соведущий выдвинул очень интересную версию что дольмены оказывается не какие-то там эзотерические сооружения а это нечто более серьезное это практическое такое построение некоторых структур можно так сказать соединенных вместе в единую структуру некоторых элементов соединенных в одну структуру которые в общем-то имели оборонительное такое значение и подтвердил примеры достаточно четкие о том что те же самые точки использовались во время Второй мировой войны для защиты тех же самых мест уже от недругов более нам известных в те времена когда мы говорим о временах отдаленных от нас тысячелетиями там 4-5 тысяч лет 3-5 тысяч лет то в этом случае мы понимаем что и оружие там другое и технологии там были другие и вот как раз об этом мы сейчас и говорим пожалуйста продолжай я попутно фактически я коротко изложил конечно уже рабочую версию чем на самом деле являлись являлись эти самые дольмены но попутно я потихоньку уже начиная отвечать на вопросы отвечу на вопрос наиболее распространенный таких продвинутых соли слушателей которые стараются поймать на логике меня с этой версии и так задают очень логичный как кому-то кажется вопрос хорошо если это такая достаточно высокотехнологичная линия обороны ну действительно линия Мажино линия Сталина линия Маннергейма их же можно тоже называть высокотехнологичными ну для своего времени они действительно впитали в себя самые лучшие технологии того времени так вот если это была высокотехнологичная линия то где же тогда следы высокоразвитой цивилизации ну которые должны быть вроде бы логично да ну поскольку кроме этих самых дольменов кроме дотов дольменов больше ничего такого высокотехнологичного на Кавказе нет то вот логика здесь действительно подвисает что-то здесь не не складывается вот отвечаю на самом деле все логично и линии обороны ставятся не там где находится центр цивилизации ну или столица условно говоря или научные центры космодромы там заводы и прочее согласитесь ну оборонять столицу это последний рубеж первый рубеж это граница и линии всей линии обороны которые я перечислял на самом деле располагались на границах и чаще всего располагались в тех узостях в тех теснинах ущельях горных то есть наиболее удобных наиболее труднопроходимых местах которые позволяют увеличить эффективность этой оборонительной линии и вот отсюда так сказать логичный вывод что строить эту линию обороны на равнине наверное менее эффективно а вот в горах напомним Кавказ на самом деле это наверное самая эффективная ну по крайней мере на территории России самая эффективная оборонительная линия которая тянется от моря до моря то есть перекрывают целую теснину от Черного моря до Каспийского моря и в этой теснине на самом деле троп и дорог для продвижения противника не так уж и много и даже в современное вот в наше время когда уже асфальтовые дороги проведены проехать через Кавказ по большому счету можно через там очень ограниченное количество направлений их можно пересчитать по пальцам одной руки там дорога вдоль Черного моря дорога вдоль Каспия ну и еще там парочка дорог через горные перевалы военно-грузинская дорога например вспомните достаточно перекрыть там тоннели какие-нибудь или перевалы и все и на этом так сказать вот эта вся теснина от моря до моря перекрыто становится и вот естественно разумно в такой ситуации если если конечно мы станем вообразим что существует некая там могучая страна ну может быть сопоставимая по размерам с современной Россией если у этой страны есть со стороны юга со стороны закавказья какой-то потенциальный враг потенциальный противник то вот построить линию обороны на южных кавказских рубежах это более чем разумно ну это по крайней мере более разумно чем строить извините линию обороны где-то там по среднерусской равнине которую обойти можно так сказать гораздо проще собственно вспомним как с успехом мы матернизированные колонны вермахта это делали когда уже миновали наши линии наши приграничные линии обороны то есть иными словами наличие этой линии на кавказе вполне логично вполне вписывается в рельеф оно по назначению именно для этого места и годится я думаю что где-то на других узких пространствах этой империи или этой страны которая строила эту линию обороны мы можем найти нечто подобное пока подобные линии обороны больше нигде не найдены но это подчеркиваю пока мы ищем их вот в этом году ездили в несколько мест я надеялся что линия обороны вернее фрагмент этой линии обороны будет на Урале ну тоже логично это тоже горная цепь в которой есть всего несколько легко преодолимых дорог и вот остров Вера про который я упоминал так сказать у меня был в качестве одного из претендентов но пока честно скажу пока и на Урале и в средние Азии и в других местах вот таких линий обороны пока не найдено но слово пока здесь ключевое в конце концов мы только начали это делать догадываюсь что эти линии могут быть еще и неизвестными к слову сказать напомню я упоминал про подземные дольмены это действительно слово подземные дольмены это не преувеличение они действительно есть и и у нас в стране вот в Туапсинском районе например раскопали из-под земли несколько дольменов в Ирландии есть подземные дольмены которые к сожалению я пока так сказать лично не видел ну допускаю что еще где-то есть неизвестные мне подземные дольмены что опять же вполне логично вспомним что доты современные дольмены доты их тоже закапывали в землю и очень часто закапывали полностью так что даже выходное отверстие пулеметное не высовывалось из земли для чего для того что раскопать это отверстие в последний момент перед передвижением приближением противника не сложно зато представляете какой сюрприз неприятный так сказать вы преподнесете в последний момент противнику разведка которого не увидит оборонительной линии почему не увидит а потому что она закопана закопанные доты закопанные полностью есть во многих линиях обороны я вас уверяю в том числе и в современных поэтому сюрпризы в виде подземных дольменов то есть закопанных дольменов дольменов закопанных до поры до времени нас еще ждут я надеюсь так сказать на этот сюрприз я и рассчитываю ну и еще одна особенность такая логичная точнее еще один вопрос с подвохом отвечаю на него который тоже время от времени задают нелогичность этой версии заключается в том что я говорил о том что любое оружие должно быть с предохранителем то есть должно быть безопасным для своего владельца но дольмен который излучает постоянно излучает он опасен ну то есть это если вы построили такой излучающий источник опасного излучения то сами понимаете это означает что вокруг него даже хозяевам пройти владельцам этого дольмена пройти невозможно ну вот с тыльной стороны вы можете находиться а с фронтовой стороны дольмена уже опасно ну или точнее просто невозможно вы сойдете с ума от ужаса но на самом деле опять же следуя той же логике что у любого оружия должен быть предохранитель этот предохранитель есть и у дольменов на самом деле и знатоки дольменов видели эти предохранители если вы их если вы их эти предохранители не увидите сейчас у туристических дольменов то не пожалейте время сходите в какой-нибудь музей например геленджикский и там эти предохранители лежат называются пробками называются они пробками то есть что это такое а это такие каменные пробки там размером таким что их может поднять поднять два мужичка то есть весят там килограмм под 70 по внешнему виду похоже на пробку из-под шампанского только по размеру идеально совпадает с размером выходного отверстия то есть иными словами берут два мужичка затыкают отверстие дольмена и он становится не более опасным чем любой кусок камня приближается противник два мужичка вытаскивают эту пробку запускают излучатель ну я говорил об одном типе излучения точнее типе излучателя я говорил о летучей мыши на самом деле их может быть несколько я опущу так сказать некоторые технологические военные секреты запускается в действие излучатель вынимается пробка то есть оружие взводится на в боевое состояние и после этого момента то есть после этого если вы не закроете только пробкой дольмен находиться со стороны излучателя становится просто опасным ну то есть иными словами оборонительная линия начинает выполнять свою функцию вот таковой она так сказать и была таковой она видимо просуществовал достаточно долгие годы надо отдать должное строителям дольмен штука долговечная и многие дольмены возраст которых перевалил за тысячи лет переживут еще не одно поколение наших домов там кирпичных которые рассыпаются а дольмены стоят ну и в общем если грамотно этими дольменами пользоваться наверное они сослужат службу еще не одному поколению людей проживающих на этой местности конечно при условии что если эти люди знают технологические секреты военные секреты использования этих дольменов отсюда так сказать и вывод а чтобы другие не знали нужно распространять всякие легенды ну чтобы противник не придавал значения вашему оружию отсюда причины по которым легенды о карликах о гигантах и прочих сказочных персонажей которые живут в этих дольменах тередотах отсюда они отсюда и причины возникновения этих легенд ну и опять же как следствие отсюда и такое отношение к дольменам со стороны у дольменов есть злопыхатели то есть есть те кто неровно на них дышит те кому они ненавистны и те у кого есть жгуче желание эти дольмены уничтожить и отсюда так сказать мне понятна причина по которой кто-то я догадываюсь видимо это это какие-то так сказать недруги видимо обороняющихся кто-то эти дольмены ну по крайней мере некоторые из них выводил из строя как это делается ну для того чтобы излучатель перестал функционировать достаточно либо разболить герметичную коробку а для этого нужно приложить достаточно большие усилия то есть свалить хотя бы одну крышку верхнюю боковую и герметичность акустическая нарушится либо второй вариант разрушить выходное отверстие то есть если диаметр выходного отверстия станет другим ну можно его заткнуть но как бы это ненадежно а вот разрушить то есть разрубить увеличить это выходное отверстие вот этого достаточно чтобы излучения уже не было никогда ну опять же физик акустик скажет конечно если вы нарушаете параметры звукового или электромагнитного резонатора то резонировать он уже не будет то есть разрушаете отверстие и резонатор выключается навсегда к сожалению то есть отреставрировать его становится очень сложно ну разве что по новой сделать плиту с отверстием вот отсюда и очень распространенное явление которое мы встречаем на дольменах у многих из них на месте единственного выходного отверстия есть следы такого не просто вандализма намеренного такого разрушения то есть мне это по аналогии напоминает оружие которое хранится в музеях то есть когда хочется чтобы оружие сохранить оружие для для красоты ну его конечно хранят в музеях но правила безопасности требуют чтобы чтобы мы на стволе сделали отверстие ну чтобы вывести из строя ствол одна дырочка на стволе и оружие становится безопасным вот примерно так же выводится из строя и дольмен надкалываете выходное отверстие и дольмен становится безопасным все просто но при этом внешний вид дольмена ну почти почти не страдает так же как почти не страдает внешний вид оружия в музеях вот поэтому большинство дольменов которые мы видим в качестве туристов на нашем Кавказе, оно, к сожалению, уже оружие, это к сожалению уже не оружие, а музейное оружие. То есть большинство из них либо полуразрушены, либо целостность уже этих дольменов к сожалению уже в прошлом, либо, если они так относительно целые, у них нарушено выходное отверстие. Количество дольменов, которые находятся в рабочем состоянии, да еще и с предохранителем пробкой, очень и очень мало. То есть я вот, несмотря на то, что их известно полторы тысячи, я таких знаю только вот по пальцам одной руки, наверное, и то даже меньше, чем на пальцах одной руки. Вот это говорит о том, что кто-то, кто знает эту технологию, постарался, чтобы она не попала в плохие руки. Ну, здесь, так сказать, я, наверное, уже заканчиваю повествование о том, что дольмены все-таки достались нам по наследству. Они по большей части находятся на нашей территории. И, к слову сказать, совпадают примерно, примерно совпадают с нашими южными границами. То есть, иными словами, нам бы, так сказать, как-то восстановить или придумать новый какой-то способ, похожий на старый, технологичный. И, может быть, мы вполне бы могли обойтись на своих пограничных рубежах каким-то бескромным способом, который не убивает противника, а только его отгоняет, превращая орды завоевателей в таких обезумевших трусов, разбегающихся во все стороны. Что может быть более гуманным, с одной стороны, и более надежным, поскольку противник, разбегающийся в ужасе, по-моему, уже не рискнет никогда пересечь ваши границы. То есть, более надежные границы я не могу себе вообразить. Ну вот, на этой оптимистичной ноте я бы хотел закончить. И, если есть, еще остались неотвеченные вопросы, и желание терпения у наших слушателей, я бы мог ответить и на них. Хорошо. Насчет желания терпения там сразу появляются вопросы о продолжении. Будет? Так что, насчет желания терпения ты погорячился. Хорошо. Переходим к музыкальной паузе и потом посвящаем все оставшееся время ответу на вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...